Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, главного джевжика планеты Земля. Кто из вас джевжик, кстати, напишите об этом в комментариях тоже, давайте вместе как-то это переживать. Вы смотрите продолжение прохождения на уровне сложности божества Sidmer Civilization 6 на стандартной скорости, а не на сетевой, как я обычно это делаю. Да, благодаря этому много всего необычного происходит, и кстати, если вы случайно наткнулись на это видео, а не сначала смотрите, то лучше перейдите к первому, к первой серии, ссылка есть в описании, как всегда. А спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им за поддержку большую, а вкладки сообщества дойдите. Ну и еще напоминаю и прошу, пожалуйста, делайте клипы, делайте клипы и оставляйте ссылки здесь в комментарии под серией, я потом соберу из этого быстрое мелкое видео такое по интересным моментам. Ладно, вырубаю свою рожу, хотя я понимаю, что вам хочется только на нее смотреть, но давайте уже и в Циву поиграем все-таки. Иду в Каравеллы, чтобы другой континент открывать, и хотел я, честно говоря, напасть на японцев. Знаете, что я подумал? Нападение на японцев, давайте глянем, повод для войны, у нас только официальная война, это еще плюс 100 претензий. У нас уже есть 132 претензии у инка. А, ну хотя 18 ходов, я хотел посмотреть, что 18... 18 ходов в союз. В принципе, я думаю, что это норм. Так, надо только тут у нас что, холм? Да, тут холмы, а тут равнина. Нам надо как-то так расположить моих арбалетов. Значит, следующим ходом, пожалуй, буду объявлять войну. Мои арбалеты расположить так, чтобы можно было обстреливать, но при этом самому не особо урон получать. Давайте этого сюда поставим. Так, этот лечится. Этого сюда. Следующим ходом, пожалуй, объявим войну. Японцу. Ну, продолжим юниты прокачивать свои. Чем плохо. Так, в Женеву я хотел кого-нибудь. Наверное, Мокшу я переправлю, потому что... Ну, Мохендра Парвата не выглядит как сильно крутой город. А вот Женева выглядит. Я бы лучше Мокшу... Блин, только тут, правда, иудаизм. Что, честно, я бы не хотел, чтобы Мокша иудаизм распространял. Тогда, может быть, лучше Лян пересадить. Ну, вообще, Лян тоже... Давайте Виктора мы пересадим в Женеву. Во. Виктора в Женеву. А Мокшу как раз в Преахвихея. Преахвихея, блин. Преахвихея. Так. Тут у нас, правда, несчастье образовалось из-за этого, но ничего. Неприятность эту мы переживем. Так, шахта. 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 Пошли, наверное... Так, этого я сюда отправил, чтобы лес выручил. Убить, потому что, ну, может быть, извержение вулкана, и от леса ничего не останется. Здесь сделаем... Лесопилочку. Тут вот здесь стоим, ждем. Каравелл. У нас каравеллы пять ходов. Так. Ровненько, как дипломатическая служба откроется. Зашибись. Как раз я поставлю карточку на апп юнитов, и после этого пойдем в торговую республику. Вообще, можно было бы, конечно, с одной стороны, на античную республику поменять вместо олигархии, но я сейчас опять нападать буду. То есть, опять плюс четыре будет у меня. К силе. А, слушайте, тут уже есть юнит. Тогда вернемся на холм лучше. Блин, я тут не видел, что... Ну, мы тут вырубим просто лес, потому что извержение вулкана его уничтожит. Так что лучше... Кайф! Мне японец сам объявил войну. Я даже не буду... Зашибись. Просто зашибись. Мне даже не придется... Так, это куда пойдет? В Харихаралаю. Ну, давай. Даже претензий не добавить. Очень странно объявил войну, просто ничего не сделав. Даже не проатаковав юниты. Ну, кто я такой, чтобы осуждать? Я хочу его... Так, проатаковать. Чтобы мне сюда рыцарь не встал. Если, опять же, будет извержение. Так. Наверное, этого арбалета сюда будем перебрасывать. Давайте даже поведем потихоньку осадную башню. Великий торговец еще увеличивает количество торговых путей. Что-то у меня великие торговцы чисто на количество торговых путей приходят. Я не жалуюсь абсолютно, наоборот. Правда, в этот раз его придется построить где-то. Он еще и почекуток, получается, войну объявил. Вот дурачок. Так меня не любил. Так, а почекуток уже с четырьмя воюет. Ну, с немцем, конечно, такое. Странная война. Скорее. Тут вопрос. Наверное, надо тут лесопилку делать. Давайте тут сначала шахту, потом тут лесопилку. Тут я хочу слонов. А я выкуплю клетку следующим ходом. Хочу слонов. Так. Десять ходов до эпохи. Значит, чемамюль у нас. А сколько не хватает очков? Восемь. Какой-нибудь великий человек у меня тут не набивает. Смотрите, нету картинки гимерия. Полководец. До полководца мне далеко, да. Да и до всего мне далеко, кроме флотоводца. Вообще, как-то у нас маловато гаваней в этой игре построено у людей. Что-то может мне на Исидора Милецкого почитать, не да не. Так, тут я хотел вырубить под... Как ведут в любом случае. Так, здесь, наверное, заходим сюда. Сюда. Этот сюда идет. Атакуем эту... Всадника. Он даже не апнул юниты. Нет, у него сила, конечно, 833. Ничего не скажу, но это выглядит, как будто одни всадники. Так, афиг ли я тут встал рабочим? Что мне тут делать? Наверное, просто постоять пока. Ну, то есть, я не хочу там вырубать тропический лес. Я хотел бы это... Оставить для... Лесопилок. Так, ну, вообще, вот тут кампус на плюс 3 становится. И, наверное, его надо... Блин, 34 хода, слушайте. Я лучше гавань поставлю за 34 хода. Так. А, японец объявил войну инком, кстати, а не мне. Сорян. Он инком объявил войну. Он такой дурачок вдвойне. Не, ну, может, и, конечно, там... Он хотя бы инком, кстати, 269 силы. Там его слегка нагибают все-таки. Мастерскую закончили. Давайте дамбу. Блин, 18 ходов. Но дамба тут точно нужна. Хорошо, что еще есть кампус. Знаете что? Давайте-ка я вот этим рабочим вот здесь вырублю болото. И у нас сюда будет... Сейчас-то он плюс 2. И вот тут, конечно, тоже плюс 3 кампус есть. Я ничего не скажу. Может, тогда это место под театралку оставить? Или вообще под этот... Под промышленную зону вот от этого города. Давайте, наверное, реально вот там лучше кампус поставим. Давайте сюда. Так, светилище. Военный лагерь. Неохота. Дамба. Промышленная зона в на плюс 3. Давайте я вот тут промышленную зону в на плюс 3. Это не я ставил. Ферму. А тут запомним, что будет дамба. Так, кахокия. Недостаток жилья тут и так на производство. В наге недостаток жилья и так на производство. И нехватка счастья. Возможно, кто-то со мной хочет поторговать. Алмазы на сахар. Как? А, точно, я ему продаю. Мне он так не отдаст алмаз. А мне нечем торговать, по-моему, да, вообще? В принципе... Не, у меня сахар. Сахар и трюфеля. Но двойные ресурсы, а имена алмаза, только у русского, я смотрю, да? Все остальное у меня есть, вообще-то. Да. Кто там мир заключил? Почекуток с миниликом. Ну, конечно, там новый этот вылез соперник. Что за голосование? Мощь. Ну, я... Так, вообще, давайте против иудаизма я скорее проголосую. Так. Подожди, а, короче, я с ним все равно воюю, верно? Давайте лучше тогда за синтаизм. Хотя, это вряд ли пройдет. Дополнительные единицы выбранного редко ресурса дают здоровье. Сколько у меня тут чего? Я бы за трюфеля проголосовал. У меня их много как раз. Но, опять же, я очень сомневаюсь. Обычно, когда против компьютера играет, он, наоборот, какой-то ресурс банит. Всегда. Я не знаю, чтобы проходили с компьютера, но особенно на 20. меха не влияет. Ну, у меня одна штука всего лишь. Плюс 10 мощек к синтаизму, серьезно? А кто-то еще неизвестный за синтаизм? Еще кто-то неизвестный за синтаизм? Еще, еще. А почему за синтаизм-то я... Фигаси. Разгром, повышение, бонус флангов. А, Япония еще и в золотом веке. Кайф. Вот это он зря. Так, подходим. Он тут строит. Священное место. Я, наверное, встану на ферму. Просто можно... Блин. Тут будет больно. Вроде не должны убить арбалет, но будет больно все равно. А, он уже пострелял. Пожалуй, разграблю, чтобы полечиться. Так, тут шахту. Да, ну, против золотого века мне весело воевать будет. Тем более, у него вообще не апнутые юниты. Ну, это... Что-нибудь... 746 силы за счет всадников. Миллион всадников. Так, 7. Подожди, а это разные реки? Нет, и это басак, и это басак. А вот тут конг. Значит, конг, видимо, не будет разливаться. Окей. Так, слушайте, а что мы с этими строителями делаем? Что-то у меня уже много строителей. Знаете, может, юнитов реально построим? Не, вот, торговец есть. Промышленная зона. Ну, теперь бы я акведук построил. Потому что это и производство даст, и ускорит рост кахоки. Ну, потому что думаю, может, какие-то клетки вот эти кахоки передать, но, пожалуй, нет. Очень не хочу под вулкан становиться. О, я могу ее убить сладником. Это мы и сделаем. Неймиген. Гиф. Ну, гиф у кати японский. Ну, типа, это японское название. А вот Неймиген, это бывший голландский город. Ну, 63 уже тяжело. Прямо скажем. Так, тут я хотел выкупить клетку. Что, очень крутая клетка. Эти. 102 науки. Ой, науки. 102 деньги в ход. Так, а что это у нас тут сломалось? Из-за чего, извините? И когда? Ну, блин. Ну, ладно, давайте кампус строить. Или амб... Не, жилья тут дофига. Жилья тут дофига, давайте кампус. Чего у меня не дофига, так это науки. Эти минус по удовольству пошел, потому что меха заменили. Теперь не хватает. На производство поставлю. Так, ну, в принципе, 7 очков, да, не хватает? Ну, вот, видите, заодно прокачали, кстати. Я, наверное, гифу попробую брать. Давайте посмотрим, как тут будет вообще в ней миген проходить. Не, ну, это больно. Это больно. А вот такомацию я бы попробовал захватить. Так, а что тут самураев? Тоже, кстати, олигархия у него. У меня тут плюс 10. Не знаю, я бы, наверное, в следующей эпохе, если японец не выйдет в золотой век, я бы, наверное, с ним все-таки замирился. Я просто с ним воюю чисто для прокачки юнитов. Я не надеялся его захватить прямо. Так, по накату. Давайте вернем этого рабочего. Не, вообще, это далековато будет идти. Я думал, его сюда в улей... А, можно сказать, и по морю его. Вот этого можно по морю. Как-то вот так. Давайте отправим новые ульи. Амбар. Все равно роста нету, но я просто отсюда убрал губера. Давайте торговцу. Уже 9 торговцев. Так, что я обещал? В смысле нарушено? Он мне войну объявил. Ну, серьезно. То есть, уже два хода война, и игрок говорит, вы нарушили обещание не держать на границе войска. А я должен был отвезти, пока он меня воюет, да? Я же обещал не держать на границе войска. Не важно, что меня атакуют. Главное, обещал. Так, я могу сюда встать. Я на самом деле вот отсюда как-то вот сюда потом ломанусь. Гифу выглядит, как берется город. Так, Виктор в Женеве. Можно на рост опять поставить. Блин, мне тут кампус разграбил. Тварь японская. Давайте отремонтируем. А на сколько он тут вообще соседства? А, на один, то есть, две науки будут. Не, ладно. Давайте пока промышленную зону строить. Мне реально нужны другие цивилизации, а то, видите, я по счастью очень не очень. Янтарь обработан, да? Крабы обработаны. Тут черепашки обработаны. Еще у нас тут черепашки есть. Пока сюда подведем. Еще я могу, конечно, убить. Просто это копейщик, антикавалерийский юнит. А, наверное, убью. Что, он плюс 10, считайте, имел сейчас против рыцаря, потому что он сам по себе слабый. Можно тупо все пограбить и гифу захватить. Но гифу я не вижу, чтобы он был хорошим городом, ради чего его стоило бы оставлять. Такомацию я просто сожгу. сейчас у нас только улучшатся отношения с инком при войне против общего врага. Столько самураев. Так, плюс один к счету. всегда вспоминает родственник, но никогда вспоминает ее год. Чудить постоянное посольство Ну, у меня бы учетные банки поставить, но, наверное, пока не сейчас Я все-таки эту торговую республику открою Да, но сейчас мне надо поставить карточку на... Все-таки на каравелла Что-то у меня раньше времени открылись Видимо, вместо содержания юнитов поставлю Ну, на апгрейд каравелл Так Кому-нибудь железо надо Немцу, например А он прям вообще не будет Ладно, он какой-то не очень... Разговорчивый У него, видимо, два города осталось Три Ну вот Испанец, наверное, более охотно Как у нас там традиционно 10 Железо на 49 монет Такое его устроит Нет Блин Впрочем, они уже не хотят на железо торговать Типа у них... у него селитра У меня все зашибись Ну, еще и такоматсу тоже Я вот думал, может, такоматсу оставить То есть я его могу захватить Как-то еще и попытаться Типа ради селитры Не, это к ней мигану селитра относится О, кстати, у нас 4 науки Это мы сейчас ускорим Открытие Дорогу не хочу грабить Что-то много самураев, конечно Еще сильный-то благодаря тому, что у меня Плюс 10 все-таки Ну, пока постоим Так Тут что рабочим? Шахту на тундре Ну, поехали Ладно Блин, тут холм И тут холм Надо на этот холм становиться мне Арбалетом Пока постою Знаете, было бы еще классно Если бы районы Можно было и рабочими тоже чинить То есть и в городе, типа, чинишь И рабочим можно прийти на район Тоже починить Ну, пускай не одним зарядом А двумя, например Но Возможность есть Ой, тут следовательские гранты Прям читаю Ну, пора шпионов делать Амбар Ну, можно пока еще вырасти Но, в принципе Так Акведук Так, промышленная зона Плюс 3 промышленная зона Так, хорошо Центр коммерции Плюс 3 здесь Блин, ну тут рис Рис Жалко Еще можно К эти гавни Вот здесь Поставить Плюс 2 Не знаю, как бы тут 2-3 пока А промышленная зона Уберет это И пока строится Будет Долговато Долговато Ладно, разженеем А библиотеку Поставим 6 очков И 7 ходов Так, давайте мы решим Где нам чамамюль Сделать И как нам еще Очки получить Селитру Мне просто не на что Еще использовать А, во-первых Я возрождение выйду Это Это одно очко будет Тут я возрождение Уже вышел Так Есть одно очко Ну мне вы Одного кого-то Великого человека Ну вот Флотоводца Можно за деньги Купить Предположим Ну и этот Чамамюль Блин А где у нас Престиж Он там дает Культуру В зависимости от Престижа У нас как-то Все грустно С престижем Да Надо Наверное Вот этим Где-нибудь Поставить Блин Че так грустно-то Вот сюда Может Короче Вот сюда Пойдем Ставить Есть Арена Библиотеку Можем купить Кстати За веру А давайте Не знаю На что нам веру Я не буду Ставить резиденцию Магистра Чтобы за веру Войска покупать Хотя у меня вроде нормально Вер Ну День 28 вход Это ненормально Это так себе Хлеба и зрелищ Тут вообще Тут вообще Надо бы вырасти 6 ходов До 10 Жителей И можно будет Веду Есть Где-то Можно будет Промышленную зону Поставить А потом И гавань Подумать Или сначала Гавань Ну вот Вообще Можно будет Наверное Здесь Вот Вот Такой Треугольничек Из гавани И Давайте Посмотрим Здесь У нас Будет Промышленная Зона Плюс 5 Между прочим А вот Тут Гавань Плюс 6 Нормально Так А за счет Чего тут Плюс 6 Это Ну Ааа Две Две Каменоломни Да Ну Наверное Блин Наверное Соткрычало Гавань Надо Потому что За счет Гавани Город Вырастет Но Пока Гавани Нет Может Юнитов Опять же Для А скоро У нас Корпуса Не Вообще Не Скоро Давайте Каких Юнитов Которые Я еще Не Строил Всадников Например Такого Типа Юнитов У меня Нету Не Пускай Растет Тут До Пяти Вырастет Ну Давайте Смотреть На Самураев В действии Ваш народ Истолсковался По знаниям И красоте Россия Завоевала Гамбург Ну вот Теперь точно Два города Осталось Германии Ух Самураи Режут Просто Режут Грызут Так Вот Плюс Одно Очко От Возрождения Рыбацкие Лодки Так Вот Здесь Мы Я Хотел В общем То Каравеллы Хотя Вот Отсюда Даже Плыву Сто Восемьдесят И Сто Восемьдесят Отлично Ну Я не успею До конца Эпохи Тут Восемь Ходов А тут Шесть То есть Чимамюль Ставим И где-то Одно Очко Надо Еще Набрать Да Так Амацу Мы заберем Так Тут Я Лечусь Прям Что Все Так Отойти Вот Этот Самурай Прорвался К нам В тыл Или Нам Лучше Просто Его Например Рыцарем Сдерживать Вот Так Встану Даже не буду Атаковать Пускай Рыцарь Тут Стоит Не знаю Вот По поводу Гифу Не уверен Что получится Все Таки А По поводу Такомацу Получится Ну Я его Уничтожу Смысл Мне его Оставлять Вообще Не вижу Тут Наверное Всякие Фермы Ставить Вот Вот Чистое Чистое Поле Что Кстати Эту Клеточку Женеве Передать Так Какие Нас Самые Дорогие Пути Из Махедра Паравата Почему-то Из Махедра Паравата Ну Ладно Давайте Так Тут Я хочу Вырубить Под Кампус Все-таки Тут Кампус Тогда Здесь Театрал Суся За что Получают Тут Очки Каждый Построенный Специализированный Район А Ну так Вот У нас Будет Например Одно Очко Все Зашибись Давайте Тоже Всадников Построим Давайте В рост Шесть Ходов И Все равно Всадники Вообще Три Бушеты Бы Неплохо Всадники Хотя бы Быстрее Восемь ходов До Молона Опять же Уже В следующей Эпохе Будет Там Что-то Больно Моего Латника И Убили Ничего Себе Моего Прокачанного Латника Ураган Пятой Категории Прямо Рядом С моей Каравеллой Даже Три Очка Дали Слушайте Так Может Чимомель Не Строить У нас Тут Есть Что-нибудь За Пять Ходов Специализированный Акведук Не Специализированный Район Будет Считаться Девять Нет Чимомель Все-таки Придется Построить Так Как бы Мне Этот Ураган Миновать Сейчас По моим Городам Еще Там Пройдется Блин Наказывает Меня Японец Ну Хотя Я его Тоже Получается Минус Два Юнита И Минус Город Похоже Не Ну Это Я Уничтожаю Этот Такой Город Нам Не Нужен Да Японцу Такой Город Не Нужен Будем Честны Так Давайте Поатакуем Город Не Вижу Препятствий Как Говорится Нет Препятствий Патриотам Слушайте Такой Сейчас Отвалится Можно Было Не Атаковать А Вот И Способность Походу Мапуча Сыграла Прикол Так Пойдем Кам И Вот Этим Рабочим Починим Камень Я Тут Тоже Конечно Плыву Мне кажется Быстрее А нет Давайте Этим Рабочим Вот Здесь Лесопилку А потом Куплю Эту клетку С бананами Наконец Столицы Бананы Присоединю Чё-то 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 Из Махендра Порвата Во все Города Самые Дорогие Караваны Ой Иван Картам Отправил Случайно Там Наверное Из Него Тоже Нормально Пойдет Торговец Акведук Дамба Ну Вообще Вообще Я бы Наверное Дамбу Поставил Так У нас Еще Пять Ходов Может Какого-то Великого Человека Вон Торговец Опять Набивается Может Лучше Торговца На последний Там Одну очку Мне не хватает Да Давайте Подождем Может Сейчас Кого-то Еще Встречу Кстати Чё Не надо Не надо Спешить С чем Мамюлем Еще Может Кого Встречу Так Давайте Пока Мастерскую Тут Тоже Дамбу Видите Надо Будет Но Я Хочу Чтобы Нгул Рос Тут Совсем Маленькая Столица Так Он Конечно Тут Кинул Самураев На меня Нападать Но Из-за Этого Потерял Много Да Ладно Еще Одного Убил И Что Не Отваливается Ну Давайте Поможем Как он Там Убил Мне А Это Арбалет Наверное Был Да То есть Он Так Стреляет Он Просто Ваншот И Арбалет Что Ли Или Там Все Так Была Какая Это Ранка Такое ощущение Что гифа Должен Взяться Все Таки Ладно Из-за Анкар Тома Тоже Нормально Фиг С ним Там Конечно На 10 Было Так Тут Они Убьются Если Будут Меня Атаковать Так Тут Город Взят Прокачаем Да Жалко Два Прокаченных Юнита Потеряно Это Не Очень Или Даже Три Нет Два Два Прокаченных Юнита Неприятно Так Куда-то Ураган Уехал Так Уже Чьи-то Не границы Чьи-то Берега Видны Потому что Это просто Остров Ее Вот и Золотой век Встреча С Австралией Как Австралия 146 Мощно Как она Тут Ну Не впереди Прямо Скажем И торговать С ней Нечем Арбалетчик Уничтожили Да Просьба Пой Мне кажется Это Соревнование Не состоится Просто потому Что Россия Вынесет Германию Вон там Уже Дортмунд Берут Так Стоим Следующей Эпохи Ждем Не буду Пока Ферму Убирать Ну просто Я уже Вышел Золотой век Видите Я сейчас Еще куча Народок Кстати Может Мне пока Не плавать Реально Подождать Следующую Эпоху Чтобы Встречать Кого-то Убился Я не понимаю Чего не отваливается Тут Минус 40 Постоянно У меня Речка Разлилась Нет Это Уинка Разлилась Так Опять же Скидка На улучшение Юнитов Наверное Можно Убрать Поставлю Опять Содержание К жилью Учетные Давайте Наверное Блин Или все-таки Оставить Пока Довольство Я пока Оставлю Все-таки Когда Торговую Республику Учетные Банки Поставлю Пока Тут Жду Меркантилизм Не вижу Что Мне Этим Рабочим Кстати Наверное Мог тут Чимомель Поставить Мне кажется Тут Все-таки Прикольнее Так Вот тут Отремонтируем Ой Не лом Не крадется Ёлки-палки Не хватает Очков Перемещения Надо убегать Тогда Рыцарем Что У меня Сейчас Может Еще Одного Слушайте Давайте Мы Мир Попробуем С Японцем Или Наверное Рано Еще Да Два Хода Черт Побери Мне По-моему Не хватает Немножко Силы Захватить Город Фак Так Свалим Отсюда Рыцарем Пока Пока Ножки Целы Рыцарем Роинги Имеются Заключу Мир С Японцем Надо Какими-нибудь Юнитом Сплавать Собрать так ну в общем пока не будем другие цивилизации искать а давайте пингал уже тебя мне кажется стандартной скорости пингала не так крут ведь самый большой анкард хом да вот хари харала и обгонит похоже блин шингете ограбил торговца чё за так а что тут с кампусом 222 производственная площадь на 4 будь здорова вот тут производственную площадь можно вот для этого района для этого города будет пас а так он тут уже поставим так тут уже производственная площадь как бы никакая не становится хотя здесь зато развлекательная площадь неплохо зайдет вот так между прочим да эти мастерскую пока и еще всадников я думаю да я знаю что разграбили караван но пока пока без него блин долго и все так долго строится конечно стандартной коры скорости кажется просто мысленно делю на 2 и думаю ну вроде норм тогда ауч клетки повреждено с крупным наводнением промышленная зона священочка сахар так пошли сахар чинить и и и и и и и и и не и 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 разграбив я все еще надеюсь этот город забрать просто прибежал всадник и чуть не сдох не утопился в речке так вот скачешь скачешь не за не жалея себя просто пока территорию тут открываю чтобы никого не встретить ах ты блин вы видите где он я думал где-то тут украл а тут в центр ко мне пришел просто дуболом представляете это прикол ну блин как у меня город самый производственный сейчас население рост довольство мощь вот прибыль нгулу 36 мне нужны юниты просто всадники 20 блин мне бы давайте у кого-нибудь купим 6 лошадей у инка я думаю что он добряк и продаст можно вот просто однократно пер 17 или 18 или нацси сколько тем надо за этих 6 лошадей гулу всадника тут построить я не знаю просто как с этим дуболомом ну сейчас тут всадник тоже будет но тем не менее и в нгулу построю всадника так а что нам тут тогда делать пока нам не дают промышленную зону давайте амбар да ну конечно сейчас бед наделает о в харифхаралая 10 ну я могу уже центр коммерции конечно строить так вверх что-то залучено но надо кампус отремонтировать хотя он там на два всего не давайте промышленную зону достроим там решим первый многолюдный город на сто тридцатый ход то есть на шестьдесят пятый шестьдесят четвертый он сам сюда пришел умирать здорово еще один торговый путь разграбль факт просто нет слов так дополнительная атака просто убиваем ну тут надо не через реку атаковать все-таки давайте вот так платником стоим рыцарем лечимся подходим арбалетом подходим блин вот я каши так вот этот так неудачно стоит этот и угол и постоянно дымится нет уже хоть как раз бы извергся я в такой ну все извергся как нет стоит дымится пугает так еще делать всадника или уже поехали поехали промышленную нет вообще думал гавань сначала чтобы город вырос я вижу как по-другому расти анхард жилье то есть а еда где взять еды только ты еды дофига промышленную зону все-таки 6 производства это а точнее будет 12 ты не просто так я вам хочу сказать когда я закончил наконец русскому продавать сахар не за что практически о свинину можем вот так поторговать блин тупо как-то получилось сейчас подождите да блин почему ничего и просто 10 золота а вот почему не вылазит нормальная торговля 40 а мне сказали что если он да сурсина это же тупо типа если он к вам плохо относится то вы не можете вот это вот тебе приходится просто тупо самому подбирать цену зачем так с кем еще можно кого еще два ресурса у меха вообще ничего не дают на самом деле сейчас так убьют ли мне этого латника вот в чем вопрос нет там просто убился кстати и японец готов заключить мир между прочим я сейчас над этим подумаю первый выход в золотую золотую золотой век наконец-то открыли уникальный юнит тоже круто каменоломни производства получают мушкетеры торговую республику можно принимать но я думаю что это все мы всю эту радость все это благолепие возрождение будем уже делать в следующей серии спасибо что смотрите играйте в умные игры напоминаю что спонсоры канала продолжения могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть для всех остальных она выйдет завтра и пожалуйста не забывайте про клипы делайте клипы кидайте ссылки в комментарии я из них потом соберу что-то шмяк 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 все всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока